Всем привет! Здравствуйте, дорогие невесты! С вами Ирина Амурова, и сегодня мы поговорим о том, кто, когда и в какой последовательности должен выходить на выездной регистрации брак. И прежде чем мы приступим к разбору, я бы хотела предупредить о том, что сегодня я буду разбирать классическую традиционную схему выходов на выездной регистрации, потому что вариаций существует большое количество. Ну, например, друзья выходят с подружками вместе, или после друзей появляется жених, после жениха подружки, далее невеста. Невеста может выходить в сопровождении папы, брата, мамы вместе с женихом. Жених может появляться как отдельно, так, собственно, он может изначально присутствовать на выездной, или же, как у меня единожды было, жених выходил вместе с мамой. Вариантов очень много, и всё это зависит непосредственно от ваших желаний и предпочтений. Но сегодня мы поговорим о классике. Итак, давайте прежде чем разбираться в последовательности, ответим на вопрос, когда нужно выходить. И вот здесь важно понимать, что любой выход сопровождается речью регистратора. То есть нужно определить кодовое слово, важное слово, на которое появятся друзья, подружки, жених, и, соответственно, вы, невеста. В основном в речи регистратора присутствуют такие фразы, как «встречайте друзья жениха». Вот это тот самый главный аккорд и акцент, которые послужат сигналом для выхода друзей. Далее мы будем встречать подружек-невесты. И вот для того, чтобы не было фальстарта, подружки-невесты тоже услышат свою заветную фразу, которая будет звучать так «встречайте очаровательные подружки-невесты». Итак, приступаем к нашей схеме. Классическая схема выглядит так. Начинается выездная регистрация, и первыми церемонию открывают друзья жениха. Этот момент нужно обговорить с ведущей свадебной церемонии, сделать небольшую репетицию. Как правило, это техническая репетиция для того, чтобы обозначить в пространстве геометрию рисунка, по которой и будут передвигаться друзья жениха. Далее по классической схеме появляются подружки-невесты. С подружками также важно обговорить то, как они выходят, можно порепетировать, и то, как они располагаются в зоне свадебного торжества. Также им нужно сказать их финальную фразу, для того, чтобы они не пропустили тот самый важный момент. И вот на церемонии расположились уже друзья жениха, подружки-невесты, и мы готовы встретить главного героя сегодняшнего праздника. Мы встречаем нашего жениха. Ну а далее мы завершаем нашу процессию выходом невесты. Невеста выходит в сопровождении папы, и, как правило, перед невестой, устилая дорожку лепестками роз, идет ребенок-ангелочек. Так называемые дети-ангелочки. Только что мы разобрали классическую схему по выходам на выездную регистрацию, и, на мой взгляд, эта схема является самой красивой. Поэтому, если вы берете ее для своей выездной регистрации, вы не прогадаете. Это будет смотреться очень красиво и невероятно эффектно. Ну и самый последний участник церемонии, которая появляется в завершении выездной регистрации, это кольценосец. Дети-ангелочки, как правило, это племянницы, маленькие братишки, сестренки. Это тоже особая роль на выездной регистрации, и, конечно, такой момент упускать нельзя. Если ребятишек на выездной регистрации нет, как правило, колечки подносит выездной регистратор. Но если ребятишки на вашей свадебной церемонии и вообще на свадьбе планируются, обязательно позвольте себе эту роскошь и дайте им возможность проявить себя. Здесь такой небольшой лайфхак. Выберите того, кто из самых маленьких постарше. Как правило, колечки нужно доверять и лучше доверять ребенку, которому 2, 3, 4 и чуть больше лет. Если ребятенок совсем маленький, полтора года, то есть вероятность, что он просто их не донесет до вас. Поэтому берите на заметку. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Итак, мы с вами разобрали классическую схему. Она достаточно простая, но невероятно красивая. Итак, первыми появляются друзья жениха. Далее идут подружки невесты. После этого мы встречаем нашего жениха. После жениха появляется невеста. В сопровождении папы. А перед невестой с папой идут ребятишки, которые рассыпают лепестки роз. Ну, а завершает процессию выходов ребятенок, которые подносят колечки. Я надеюсь, что это видео помогло вам ответить на вопрос, в какой последовательности, кто и когда должен появляться на свадебной церемонии. Кстати, еще раз обращаюсь к вопросу, когда. Тут важно определить главные фразы, на которые и будут появляться участники церемонии. Не возбраняется репетиция. Как правило, я не делаю полноценных репетиций для того, чтобы не растерять эмоции. Но техническая репетиция или хотя бы репетиция на словах – это крайне необходимо для того, чтобы на церемонии все выглядело красиво и достойно. Спасибо, что вы смотрели это видео. С вами была Ирина Амурова. Пока-пока!